Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим аппараты периодического действия для нагревания и темперирования кондитерских масс, а также их назначение, область применения и классификацию. Вот с них мы и начнем. Нагревающие аппараты служат для подогрева кондитерских полуфабрикатов до определенной температуры. К ним отнесены аппараты, в которых нет процесса кипения, а следовательно изменение количества влаги, а также устройства, в которых поддерживается постоянная температура полуфабриката выше температуры окружающей среды. В процессе нагревания физическое состояние загруженного продукта может меняться. В кондитерском производстве подвергаются нагреву массы начинки, патока, фруктово-ягодное сырье, а также поддерживается соответствующая температура шоколадных масс и тертого какао. Промежуточное положение между аппаратами для нагревания и уваривания занимают аппараты для растворения сахара. Они предназначены для получения сахарного или сахаропаточного раствора с определенной концентрацией и температурой. Уваривание служит для повышения концентрации кондитерских полуфабрикатов. В процессе уваривания удаляется влага при кипении. Этому процессу подвергаются сахаропаточные сиропы, а также молочные и фруктово-ягодные массы. При этом количество удаляемой влаги сравнительно невелико, поэтому применяют однокорпусные выпарные аппараты. Классификация аппаратов для нагревания и растворения и уваривания представлена на слайде. Далее рассмотрим конструкцию аппаратов периодического действия для нагревания и темперирования, а также их расчет. Начнем с варочного котла. На слайде представлена схема варочного котла с неподвижной чашей. Внутренняя чаша 10 изготовлена из меди или нержавеющей стали. При помощи стального кольца 19, прокладки и болтов она соединяется отбортовкой со стальной паровой рубашкой 7. Полость между чашей и рубашкой образует паровое пространство. В рубашку поступает пар. На подводящей линии установлены манометр 3, предохранительный клапан 4 и запорный вентиль 5. Конденсат отводится из низшей точки парового пространства через штуцер 13. При пуске и в процессе работы воздух из рубашки периодически выпускают через кран 17, расположенный в наивысшей точке парового пространства. После загрузки котла массой закрывают люк 16. Открывают воздушный кран 17, продувочный кран на конденсатоотводчике или обводной линии и пускают пар, открыв вентиль 5. Продувку парового пространства производят до тех пор, пока из кранов не пойдет сухой пар. После этого закрывают продувочные краны, включают конденсатоотводчик и увеличивают поступление пара. В процессе нагревания наблюдают по манометру 3 за давлением греющего пара и по манометрическому термометру 2 за температурой массы. Подогретая масса выгружается через штуцер 12, для чего рукояткой 1 поднимают клапан 11. Котлы снабжаются мешалками 9 для увеличения равномерности прогрева вязких веществ. Приводной электродвигатель 8 шарнирно соединен со станины 18 и своим весом создает необходимое натяжение ремней 6. Иногда натяжение увеличивается дополнительными грузами и пружинами. Крышка 15 котла имеет загрузочный люк 16 и трубу 14 для отвода пара. Варочный котел может быть открытым, то есть без крышки. При шарнирном соединении котла со станиной нагретую массу выгружают через борт поворотом котла вокруг горизонтальной пустотелой оси при помощи штурвала. Подвод пара и отвод конденсата у таких котлов производится через пустотелые оси. В рубашке таких котлов от пустотелой оси к найнизшей точке опускается трубка, по которой паром выдавливается конденсат. Темперирующий сборник. Схема сборника, применяемого для хранения шоколадной массы, тёртого какао и начинок, представлено на экране. Цилиндрический сосуд 18 имеет пароводяной обогрев. Открывая вентили 1 и 7, заполняют рубашку сборника водой. Как только вода станет вытекать из сливной трубы 4 в воронку 5, закрывают вентиль 7 и открывают вентиль 6 для циркуляции воды. И вентиль 11 для автоматической добавки холодной воды при повышении температуры. Затем, открывая вентиль 8, пускают пар в инжектор 9. Проходя через инжектор, пар засасывает воду из рубашки сборника через открытый вентиль для циркуляции воды. Смешиваясь с холодной водой, пар конденсируется и полученная тёплая вода поступает в рубашку. Температура воды в рубашке повышается. Лишняя вода стекает через сливную трубу 4 в воронку. Монометрический термометр 2 не только регистрирует температуру воды в рубашке, но и является датчиком для мембранного клапана 12. При повышении давления в капиллярной трубке 3 мембранный клапан открывается. И через него в рубашку сборника помимо инжектора дополнительно поступает холодная вода. После снижения температуры в рубашке упадёт давление над мембраной. И поступление холодной воды через клапан 12 прекратится. При остановке сборника сначала закрывают паровой вентиль 8, а затем все остальные. Слив воды из рубашки сборника производится через вентиль 10. Загрузку темперирующих сборников производят насосами и вручную через верхнюю крышку 19 с ручкой 20 и упором 22. Разгрузка сборников осуществляется через патрубок 16. Все кондитерские массы имеют большую вязкость и малый коэффициент температуры проводности. Кроме того, некоторые массы – тёртая какао, шоколадная масса – склонны к расслаиванию, поэтому их следует энергично перемешивать. Для этой цели имеются мешалки – рамная 15 и пропеллерная 13. При вращении червячного колеса 14 вращается вал 17 мешалки внутри трубы. С этим валом жестко связана поперечина 21, на одном конце которой находится рамная мешалка, а на другом конце шарнирно закреплен вал пропеллерной мешалки. На этом валу жестко посажена шестерня 24, катящаяся при вращении водила по неподвижной шестерне 23. Пропеллерная мешалка совершает два вращательных движения – одно вокруг собственной оси и второе вокруг оси вала 17. В больших темперирующих сборниках перемешивание массы усиливается перекачкой массы насосом. Темперирующие сборники, установленные в автоматизированных линиях, снабжаются указателями максимального и минимального уровня. Термометрам на выпускной линии и мембранными клапанами на линиях подачи пара и массы начинки. Обычно емкость сборника для тертого какао равна сменной или полусменной выработке этого полуфабриката. Далее рассмотрим технологический расчет аппаратов периодического действия, который сводится к вычислению размеров аппарата по единовременной загрузке G1. Если вместо единовременной загрузке дана производительность, то единовременная загрузка рассчитывается по формуле, представленной на экране. Также на экране представлена формула для расчета полезного и полного объема аппарата. От полного объема переходят к конструктивным размерам аппарата, задавшись его формой. Для аппаратов периодического нагрева потребное количество пара D рассчитывается по формуле на слайде. Изменение теплосодержания загруженного вещества ΔQ рассчитывается по формуле на слайде. Член GCQP включается в расчет в том случае, когда в аппарате для нагревания происходит растворение сахара. Теплоемкость сырья и кондитерских полуфабрикатов зависит от их температуры, поэтому для них удельное теплосодержание выразится через интеграл. Удельное теплосодержание сахара и патоки мы можем рассчитать по формулам, представленным на слайде. Удельное теплосодержание тертого какао и скрытая удельная теплота растворения сахара также представлены на слайде. Изменение теплосодержания самого аппарата следует учитывать при расчетах количества пара, необходимого для разовой варки. Если же в аппарате производится много варок, то аппарат прогревается лишь при первой варке. Остальные варки осуществляются в прогретом аппарате. Изменение теплосодержания аппарата рассчитаем по формуле на слайде. Для темперирующих сборников при отсутствии подогрева темперируемого вещества и длительной работе потребное количество пара вычисляется по формуле, которую вы видите на экране, при условии, что дельта Q и дельта QA равны нулю. Техническая характеристика темперирующих сборников с разной скоростью вращения валомешалки расходом пара под избыточным давлением представлена в таблице на слайде. Техническая характеристика открытых варочных котлов с поворотной чашей представлена в таблице на слайде. Напомним, что открытые варочные котлы могут применяться и для уваривания в тех случаях, когда длительная выдержка увариваемого вещества при высокой температуре не ухудшает качество продукта. В этом видео рассмотрели назначение, область применения и классификацию аппаратов для нагревания, растворения и уваривания кондитерских масс. В том числе устройство и принцип действия варочного котла, темперирующего сборника, а также расчет темперирующего сборника. В следующем видео рассмотрим устройство и принцип действия установок для получения сиропов, а также их расчет. Благодарю вас за внимание, за то, что вы досмотрели эту видео лекцию до конца. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересно или полезно. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.